Работа по составлению этих последовательностей начинается с создания одного или нескольких узлов обработки. Для добавления нового узла в конец списка необходимо выбрать в главном меню пункт «Узел добавить», либо щелкнуть правой кнопкой мыши над таблицей узлов и выбрать пункт «Добавить» в появившемся контекстном меню. В появившемся диалоговом окне нужно ввести параметры узла. Если на предприятии применяется специальная кодировка узлов и операций, то нужно ввести код узла. В противном случае программа сама присвоит узлу порядкового номера. Наименование вводить обязательно. Его нужно ввести с помощью клавиатуры или выбрать в списке имеющиеся наименования. Если последовательность не разбивается на узлы, в качестве имени можно ввести против. Пустое имя не допускается. Нужно также ввести зарисовку узла. Для этого нужно нажать на кнопку «Изменить зарисовку». В появившемся окне нужно выполнить все те же действия, как и при вводе зарисовки модели. Если зарисовка узла стандартна, нужно нажать кнопку «Зарисовка для унифицированного узла». В появившемся окне выбрать нужную зарисовку. Для сохранения параметров узла нужно нажать кнопку «Ок». В том случае, если вы передумали, нужно нажать кнопку «Отмена». Новый узел будет добавлен в конец списка. Для вставки нового узла в середину нужно выбрать пункт «Узел вставить». Либо в контекстном меню выбрать пункт «Вставить». Новый узел будет добавлен в середину списка под тем номером, который был активным на момент выполнения операции. Для того, чтобы изменить или удалить узел из техпоследовательности, необходимо выделить его в списке и затем в меню «Узел» выбрать пункт «Изменить или удалить». Либо в контекстном меню выбрать пункт «Изменить или удалить». Далее внести нужные изменения и сохранить результат, либо подтвердить удаление узла. Точно так же через меню «Узел» либо через контекстное меню можно переместить узел вверх или вниз. При этом номер узла изменится автоматически. Продолжение следует... Продолжение следует...